Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналах. Итак, вопрос. Как стать богатым человеком, владельцем большого состояния, обеспечивающего тебя, твоих детей, твоих внуков и так далее на всю жизнь? Большинство людей в нашем мире очень многое бы отдали за ответ на этот вопрос. А между тем, он очень прост. Только этот ответ способен помочь, увы, далеко не каждому. Тем не менее, я сейчас его дам. Кстати, на этот вопрос есть, скажем так, дежурный ответ. Для этого надо быть умным человеком. А в Соединенных Штатах он даже превратился в вопрос-пословицу. Если ты такой умный, то где твой миллион долларов? Но он не имеет никакого отношения к реальности. Поскольку деньги, они ну ни разу не от ума. Есть выражение, характер это судьба. И вот оно правильное. И абсолютно правильное. Поскольку деньги от характера. И только от характера. Но перед тем, как продолжить этот разговор, я поясню. Данная публикация тоже о Путине и о путинизме. Но в ней я, как и в предыдущей публикации, тоже делаю небольшое отступление. Как я уже сказал, путинская система – это не разум. Не капитализм. А это классический политаризм. Или азиатский способ производства. АСП. И я хочу, помимо многого прочего, показать, какой тип личности становится хозяином положения при политаризме. И вообще при системах, построенных на господстве частных собственников. То есть, кратко повторить мою концепцию зверей и скотов. Напоминаю, детально она изложена в ролике. Лучше все-таки зачитаю его название. Почему у Путина не получилось поднять Россию с колен? Или что такое политаризм? Он будет на конечной заставке. Но здесь я напомню о ней кратко. Как известно, в условиях капитализма хозяин положения тот, у кого много денег. И чем у тебя больше денег, тем у тебя больше власти. И тем у тебя больше материальных благ. В условиях политаризма, включая путинизм, кстати, деньги не главное. Но об этом позже. Равно так же всем хорошо известно, как сложно нажить много денег. И как сложно их потом сохранить и приумножить. Но тем не менее, не так уж и мало. Людей, как это называется в наше время, однажды добиваются успеха. Вот давайте и посмотрим, кто добивается успеха в условиях капитализма. И можно ли вообще это назвать успехом. Для того, чтобы нажить много денег, нужно обладать только одним качеством характера. Одним единственным. Сильной волей. И представьте себе, это все. Проявляться эта сила воли должна так. У тебя не получилось одно, берись за другое, за третье, за десятое. Главное не сдавайся. Главное не опускай руки. Рано или поздно пробьешься. И в этом бы не было ничего плохого. Но минус этой системы в том, что воля совсем не обязательно должна быть доброй. Подлец тоже может быть сильным и волевым. И что произойдет, если столкнутся интересы сильного порядочного человека и сильного подлеца? Правильно. Подлец победит. Победит, поскольку для него нет этических ограничений. И именно этот тип личности сильный и волевой подлец. И становится хозяином положения при капитализме. И именно этот тип личности формирует элиту капиталистического общества. Впрочем, законы капитализма лучше всех сформулировал еще Карл Маркс. В Советском Союзе это называлось «звериное законы капитализма» или «при капитализме выживает сильнейший». Кстати, правильно называлось, но только еще правильнее было бы сказать «выживает и доминирует» – сильнейший и подлейший. Именно поэтому в указанной моей концепции я и назвал данный тип личности зверем. Как теперь, надеюсь, наглядно видно, в данном контексте это не оскорбление, а это термин, наиболее точно выражающий его психотип. Цена успеха в условиях капитализма – потеря человечности. Кстати, о потере человечности мы, думаю, как-нибудь еще поговорим подробнее. И прежде всего, цена успеха в условиях капитализма – это потеря совести. Капитализм – это, безусловно, эксплуататорская формация хозяином положения об условиях, которые становятся социальные паразиты. Я лишь показал социальные паразиты какого типа. Политаризм же, как я сказал, включая путинизм, тоже эксплуататорская формация, но она еще худшая, чем капитализм. И хозяином положения при политаризме становится еще худший, еще более деградировавший в морально-нравственном плане тип личности. Но какой именно тип личности становится хозяином положения при политаризме, мы поговорим в следующей публикации. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.